Витаю вас, мои дорогие разумняты! Сегодня нас чекает знакомство с еще одним выбитным палачанином. Меня зовут Алла и я запрошаю вас на встречу с белорусским першедрукаром. Витаемо нашего знакомитого земляка Франциска Скарину. Народился он в Полоцку в семье замужного гандляра на конце 15-го года. Докладные даты народжения, на жаль, невядома. Дома Францисек научился читать и писать. Он был вельми сдатный до навуки. И в худким часе, в молодом возрасте, он поступил в Краковский университет в Польще. Поспехово сдавший экзамен на первую ученую ступень бакалавра, Франциск не спыняет своей адукацией. Он едет в итальянский город Падую. Тут у одним из самых старожитных и поваженных университетов того часу Скарина вытремливает экзамен на звание доктора медицины. Вы бачите на мне пригожий капельюшек? Такий главный убор выдавали докторам на ВУК. Франциск Скарина добрый разбирался не только в медицине. Он володал ведомый у ботаницы, астрономии, математицы. Ведал некольки мол, был письменником и мастаком. Таким земляком варто гонориться. Ставши выдатным ученым, Скарина вырышил заняться книгодрукованием. В те часы это была справа очень простая и дорогая. Вы помните, мы знакомились с тем, как до нас пришла книга. На белорусских землях тогда еще другарня не было. Поэтому Франциск Скарина отправился в ческий город Прагу. Тут 6 днём 1517 года побачила свет его первая книга на старой белорусской мове «Псалтыр», которая стала первой друкованной книгой для всех исходных славян. До этого друкованные Библии были только на немецкой, латинской и ческой мовах. За три года в Празе Скарина выдал 23 книги. Это были иллюстрированные Библии на друкованные кириллицы под огольной назвой «Библия русская». После Скарина переехал у столицу Великого князства Литовского Вильню и засновал тут первую во всей Усходней Европе друкарню. Тому его и называют нашим першедрукаром. Тут были выдадены его малая подорожная книжица и апостол. Франциск Скарина лечил, что люди повинны жить в сгоде, любить и поважать один одного и свою родину. Он хотел, чтобы Божие Слово было ближее до людей. Тому першедрукар не только перекладал и друковал Библию, он еще и дадавал свои тлумачэнни, уводил фольклорные образы, робил Библию больше циковой и зрозумелой. За гэтые свавольствы, ни православная, ни католицкая царква не примала выдання у Скарыны и не признавала его заслуг. Но в тот же час, за гэта, меня не ушановал великий князь литовский и король польский Жигимонт I. Своим указом он взял меня под королевскую ахову и опеку, приравнявши до шляхецкого сослоуя. А кроме всего, Франциск сам малявал иллюстрации для своих виданнёв. Упрыгожу упевненными малюнками первые литры, каплях чей запаминалася. А у псалтыр дадав навод ауто-портрет. Усёгэта было саправдным новаторством по тих часах. Сёння у гонор славутого палачанина Франциска Скарыны названы в улице у розных городах Беларуси. А ясчэ вы можете убачить помнёки яму у Полоцку, Минску, Лидзе. Самые славутые люди нашей краины из Амежжа узнагороджываюцца орденом Франциска Скарыны. У Полоцку ёсс музей книгодрукованья, где вы таксама можете доведацца шмат пра жыцё и дейнас нашага першедрукара, пабачыць редкие экспонаты. А зараз я пропаную вам, мои дорогие разумняты, таксама ушанаваць память сподара Скарыны и узгадаць назвы книг, які я ён надруковал. Псалтыр. Малая подорожная книжица. Апостол. И яшчэ двадцять три книги старого заповету. Прадавжальнікам справы Скарыны стал Сымон Будны. Про гэтага друкара и вучонага вы доведаецеця у дадатку до гэтага відеа с пасылка в описанні. А на сёння я развітуюся з вами. Наступным разом мы будзем знайоміцца с судами, які стваралі беларускі майстры. Тіснійте подавайку, розповідайте сябрам, подписывайтесь на канал. До новых сустрэч, до новых открыттёв! Субтитры подогнал «Симон»!